Идеи в дело. Государственная программа АОЛА МАНАТЭ успешно реализуется в Коксусском районе. Благодаря льготному кредитованию предприниматели региона расширяют крестьянские хозяйства и увеличивают поголовье скота и птиц. Наша съемочная группа побывала в гостях у одного из фермеров, который занимается разведением перепелов и крупного рогатого скота. Направление на полезное питание развивает один из фермеров Коксусского района. Ербулат Сламхан решил заняться разведением перепелов, ведь, как известно, и мясо, и перепелиные яйца весьма полезны для здоровья. В октябре он закупил порядка двух тысяч яиц и занялся разведением данной птицы. Сегодня в его хозяйстве насчитывается уже три тысячи перепелов. Ежедневно фермер собирает около ста яиц. Пока ферма Ербулата не слишком большая, но на ней уже работают два сотрудника. Ухаживать за птицами помогают местные жители. Три раза в день они кормят перепелок и один раз собирают яйца. Перепела уже знают мой голос. Когда я иду, они чувствуют, слышат и подходят ближе. Мне нравится здесь работать. Это хороший заработок. Тем более, что в ауле зимой часто нет работы, а я могу зарабатывать сама. Работа несложная. Главное – вовремя кормить птицу. Воспользовавшись программой «Аула Манаты», Ербулат смог начать сразу два дела. Взяв льготный кредит на сумму 8 миллионов 300 тысяч тенге, он занялся не только разведением перепелов, но и крупного рогатого скота. На 7 миллионов тенге фермер приобрел около 30 коров. Программа «Аула Манаты» стала большим подспорьем в открытии моего дела. Я получил хорошую поддержку и смог заняться животноводством. На селе другой работы нет, а так я и сам обеспечен работой, и другим помогаю. Вот взял кредит и смог закупить не только коров, но и птицу. Получаю доход – дело развивается. На сегодня рыночная стоимость перепелиных яиц составляет не менее 47 килограмм. Килограмм мяса стоит более 3,5 тысяч. А учитывая пользу продукции, спрос на перепелиное мясо и яйца высок. Поэтому фермер намерен расширяться и довести количество перепелов до 10 тысяч.